Всем привет! Вы на канале TastyFood. Сегодня я вам хочу предложить очень вкуснейшее летнее блюдо. Это, конечно же, лазанья, которая готовится с сукини, либо кабачками. Это очень вкусно! Попробуйте! Для этого рецепта лучше всего, конечно, подходит фарш ассорти. Но вы можете использовать на свое усмотрение. Взять просто говяжий, либо свиной фарш. Также мне понадобится сыр моцарел. Если вы все-таки найдете такой сыр, можно использовать любой сыр, который вы любите и который хорошо плавится. А из овощей мне понадобятся помидоры, лук, цукини. И, конечно же, я буду использовать соль, черный перец, подсолнечное масло, паприку и свой любимый кетчуп. Приступаю! Что еще можно вкусное приготовить из овощей летом? Это, конечно же, вкуснейший кабачковый торт. Этот кабачковый торт уже есть давно на моем канале. Посмотрите, как его приготовить правильно, чтобы он у вас получился очень вкусным. Чтобы все гости просили этот рецепт. И, конечно же, я хочу вам порекомендовать, есть на моем канале невероятно вкусное блюдо. Это рататуй. Попробуйте! Ароматное, вкуснейшее. Но что еще летом нужно? А на эти два рецепта я оставлю ссылки в конце видео. Все, цукини нужно нарезать очень тонко, длинными полосками. Для начала уберу все лишнее. Это, конечно, лучше всего сделать лучшей чисткой для овощей. Фарш нужно поджарить на подсолнечном масле. Фарш нужно обжарить до румяности. Мелко нужно нарезать репчатый лук. Лук обжарю вместе с фаршем. Фарш испарилась практически вся жидкость и он начал немного румяниться. Самое время добавить нарезанный репчатый лук. И вместе с нарезанным репчатым луком я, конечно же, перемешаю и обжарю около 5 минут. Вместе с фаршем также обжарю помидоры, которые нужно нарезать небольшими кусочками. Прошло около 5 минут, как я забросил лук. Самое время отправить нарезанные помидоры. И вместе с помидорами обжарю тоже около 5 минут. Прошло еще около 5 минут. Самое время добавить паприку, соль и черный перец. Все размешаю и обжарю буквально 1 минутку. Добавляю кетчуп. Размешаю и с кетчупом обжарю буквально минутку-две. Изумительный фарш для овощной лазани готов. Сыр моцарелла натру на крупной терке. Вот такой сыр получился. Фарш готов. Цукини нарезаны. Сыр натерт. Самое время собирать лазанью. Первым слоем выкладываю цукини. Сверху на цукини выкладываю слой фарша. И разравниваю по форме. Следующим слоем сыр моцарелла. И продолжаю дальше слои, пока не заполню всю форму. И повторю. Продолжение следует... Собираем последний слой У меня в принципе получилось 6 слоев, это уже 6 Вот такая вот вкусная многослойная лазанья Высыпаю оставшийся фарш Также разравниваю по форме Самое главное в лазанья это приготовить вкусно фарш Не отходите от пропорции Конечно же посыплю сверху обильно сыром Так как это последний слой Накрываю фольгой эту вкуснятину Старайтесь фольгой укрывать плотно Теперь отправляю это блюдо в разогретую духовку до 180 градусов Вот и вкуснейшая летняя лазанья готова Она у меня провела в духовке под фольгой 20 минут После этого я убрал фольгу и запекал еще 20 минут без фольги Теперь можно ее пробовать Конечно же она немного остыла Сыр хорошо запекался корочкой Обалдеть, все как я люблю Ароматная, горячая Вы посмотрите какая корочка сверху Лазанья получилась как надо Пробую Сыр тянется Посмотрите Это очень вкусно Божественно Правильно приготовленная начинка из фарша Тонко нарезанные кабачки Которые очень хорошо пропеклись Делают эту лазанью просто невероятно обалденно вкусной Приготовьте и попробуйте А всем кому понравился этот рецепт Конечно же напишите комментарий Как получилось вкусно И не забудьте мне поставить Наверное даже не один лайк Конечно же Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok